Сейчас мы проведем опыт, очень простые опыты, которые показывают, почему невозможно построить или так сложно построить магнитный двигатель. Вот мой простой магнит, уже довольно слабенький. Все мы знаем, если вот так он примагничивается, то очень легко его двигать в сторону, потому что силовые линии как бы скользят. Теперь усилим действие этого магнита несколько раз. Это легко сделать при помощи того же ферромагнитика. Теперь действия магнитных сил стали намного выше. Скажем так, во много раз выше. Оторвать в таком... Ну вот мне сложно оторвать. Оторвать теперь эту фляжь сложно. В то же время магнит легко движется внутри. Как в продольном направлении. Ну и, соответственно, таким образом поперёк. То есть это говорит о том, что сам магнит не является вектором, исходной точкой, вектором сил магнитного момента. Эта исходная точка находится вне магнита. Она не постоянна, она где-то вокруг, в поле. Если бы силы, которые изначально, вектор силы исходил из магнита, то этих движений бы не было. Свободны. Нам бы эта сила не давала это сделать. Теперь, чтобы легко оторвать магнит, нужно просто исказить магнитное поле и всё легко снимается. Ещё раз. Действие магнитного поля усилилось во много раз. Потому что оно замкнуто. Как? Откуда оно взялось? Почему магнит одной, две плоскости не имеют той силы? Её не было изначально. Но это очевидно. В данный момент возникшие токи внутри ну, такое впечатление, что они как бы добавили энергии магнитной системе. И разорвать её теперь очень трудно. Я не могу её разорвать. Пока не будет искажено поле. Как мы можем построить магнитный двигатель, если у нас магнит не является исходной точкой нулевой для вектора сил. Её нету постоянной. Она где-то в пространстве тоже не постоянная. она где-то в пространстве. она где-то в пространстве. Продолжение следует...